МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В далёком сейчас уже 1971 году я добровольно пошёл в армию. Я учился в техникуме, учился на втором курсе, и до четвёртого курса у меня была отрочка. Но я решил, что лучше я служу со своим призывом и, отдав родине долг два года, продолжу обучение уже потом в институте. Я очень горжусь тем, что, может быть, случайно, хотя обычно такие случайности потом являются закономерностями, я попал служить в воздушно-десантные войска. Для меня на всю жизнь голубой берет, голубая тельняшка – это гордость, это слава. Потому что войска дяди Васи, как расшифровывали мы в своё время, воздушно-десантные войска ВДВ, а дядя Вася – это Василий Филиппович Маргелов, генерал армии, самый главный командующий воздушно-десантных войск за всё время ВДВ, который и сделал десантников десантниками. Я хочу обратиться и к молодым людям, и к их родителям. Ребята, не бойтесь служить в армии. Это почётно, это нужно. Я абсолютно убеждён, что любой мужчина должен уметь, в случае необходимости, с оружием в руках родину защитить. Сегодня служит только год. В моё время служили два, раньше вообще три года. Год пройдёт быстро, но я вас уверяю, вот этот факт биографии навсегда останется с вами. Я могу сказать, как человек, который принимает на работу людей. При прочих равных условиях, если ко мне на работу поступает мужчина, я обязательно смотрю на пункт биографии, служил в армии срочную или нет. И если человек служил, для меня всегда это дополнительный плюс. Потому что я знаю, что этот человек умеет работать, знает, что такое дисциплина. И однажды, ослужив, защищая родину, этот человек не подведёт. Потому что этот человек надёжный. Поэтому, уже обращаясь к родителям, не бойтесь отдавать своих детей в армию. Сейчас армия, слава богу, не та. И молодец Шойгу, потому что дедовщина сходит на нет. В армии действительно служить хорошо. Нормальное питание, нормальная боевая служба. Солдаты не отвлекают на всякие хозяйственные нужды. И солдат учится действительно самому главному ремеслу родину защищать. Все в армию. В армии служить – это круто, это гордость, это слава. Это было моё мнение. Сергей Миронов. Справедливая Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин